Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы хотим познакомить вас с книгой Екатерины Панфиловой «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки». Маленькие эльфы Ашуни живут далеко на севере. Они варят сладкий рябиновый джем и бегут слойки. И не было бы в жизни Ашуни ни бед, ни забот, если бы не грозные черные вороны. При виде их острых клювов рябиновые эльфы начинали дрожать от страха. Но однажды один Ашуни, совсем еще малыш, совершил смелый поступок. С тех пор большие черные вороны и маленькие эльфы стали лучшими друзьями. Далеко-далеко на севере, среди дремучих лесов и высоких холмов, в рябиновой роще растет большая рябина. На ее ветвях с незапамятных времен живут Ашуни. Маленькие, но очень трудолюбивые рябиновые эльфы. Их домики надежно укрыты от посторонних глаз пушистыми снежными шапками. Как же здесь пахнет теплыми слойками и джемом? Если заглянуть в окошко из тонких сахарных леденцов, можно увидеть, как папа Ашуни топит печь рябиновыми веточками. А мама Ашуни достает из духовки румяные сладкие булочки. Рябиновые эльфы носят белые шерстяные шапочки с серебряными бубенцами. Они никогда не выходят из дома без тросточки и пушистых варежек на резинке-тянучке. Ашуни очень любят джем из ягод рябины. Но добыть их зимой не так-то просто. Маленькие эльфы надевают пушистые варежки, берут красные мешочки и, цепляясь с тросточками, прыгают с ветки на ветку. Если с рябиной полетели снежинки, значит Ашуни снова собирают ягоды для своего чудесного сладкого джема. У рябиновых эльфов есть верные друзья – черные вороны. Они помогают Ашуни перебираться с дерева на дерево. Вечером Ашуни возвращаются домой. Мама готовит сладкий джем в красногрошочках. Папы месят воздушное тесто для хрустящих слоек. Зашла луна. В домике самого старого и мудрого Ашуни собирается у камина детвора. Самый старый и мудрый Ашуни – очень маленький эльф. Зато борода у него такая же длинная, как его истории, и такая же белая, как снег. По скрипучей лесенке он забирается в свое любимое кресло и, неспешно погладив бороду рукой, говорит «Я поведаю вам историю про черную ворону, и отважного Ашуни динь-диня». Шапочки маленьких Ашуни дрожат от нетерпения. Динь-динь-динь! В былые времена все Ашуни очень боялись ворон. Вороны часто прилетали на большую рябину, вырывали ягоды и своими крепкими клювами ломали домики рябиновых эльфов. Поэтому, завидев в небе ворону, Ашуни тут же прыгали с ветки прямо в сугроб. Динь-динь-динь! Это малыши дрожат от страха. Самого маленького Ашуни звали Динь-динь. Как-то раз он попробовал приготовить рябиновый джем, но вот беда – забыл добавить сахар. Джем получился такой несладкий, что никто не мог заставить себя съесть хотя бы ложечку. Динь-динь расстроился и весь день прятался под табуреткой. Стемнело. На небе появилась круглая желтая луна. Все Ашуни уже давно легли в свои маленькие кроватки. Только Динь-диню не спалось. Печальный сидел он у окна, как вдруг черные крылья закрыли полнеба. Кар, кар, кар! Ворона подлетела совсем близко к домику Динь-диня и заглянула в окошко. Глаз у нее был круглый и желтый, почти такой же, как луна. А еще ворона была очень голодная. Маленький Динь-динь надел свои пушистые варежки, схватил горшочек с несладким джемом и выбежал на крыльцо. Он поставил горшочек прямо перед черной вороной. Остальные жители большой рябины проснулись от громкого карканья и с волнением прильнули к окнам. Ворона недоверчиво посмотрела на Динь-диня и осторожно взяла своим большим клювом сначала одну ягодку, потом вторую, а следом и третью. И еще, и еще. Никто из Ашуни никогда не видел такого хребреца, как маленький Динь-динь. Когда ворона съела все дочисто, она подставила Динь-динью крыло, так, чтобы он смог забраться к ней на спину. Они взмыли в небо высоко-высоко, выше облаков. При свете луны черная ворона и маленький Ашуни Динь-динь долго кружили и любовались, как танцуют снежинки. А вы знаете, малыши, что если посмотреть в небо, когда падает снег, то кажется, что ты летишь, спрашивают самые старые и мудрые Ашуни. Динь-динь-динь в шапочке малышей удивленно звенят. С тех самых пор Ашуни дружат с воронами. Вороны помогают им собирать ягоды, заботливо перенося рябиновых эльфов с дерева на дерево. В благодарность за эту помощь жители Большой Рябины всегда угощают ворон несладким рябиновым джемом, который варит самые старые и мудрые Ашуни. Вот и закончилась история. Гаснут свечи, и малыши, сладко зевая, расходятся по домам спать. Им вслед задумчиво глядит луна, похожая на глаз черной вороны. Далеко-далеко на севере, среди дремучих лесов и высоких холмов в рябиновой роще растет большая рябина. На ее ветвях с незапамятных времен живут Ашуни – маленькие, но очень трудолюбивые рябиновые эльфы. Вы можете приготовить джем Ашуни по старинному рецепту. Для этого вам потребуется 1 кг ягод рябины, 1,5 кг сахара и 3 стакана воды. Чтобы приготовить настоящий джем, собранную рябину Ашуни старательно перебирают и заливают водой ровно на сутки. Воду меняют 3 раза в день. Из сахара и воды маленькие эльфы готовят сладкий сироп. В него Ашуни опускают ягоды и терпеливо ждут, пока сироп снова закипит. После этого они осторожно снимают варенье с огня и дают ему остыть. Большой ложкой, которая зовется Ашуни шумовкой, перекладывают ягоды из сладкого сиропа в горшочек. Сироп продолжают варить еще 20 минут. Потом ягоды из горшочка возвращают в сироп. Еще 20 минут и джем Ашуни готов. Каждый эльф знает, что лучшее средство от усталости и уныния это чай с ложечкой рябинового джема, сваренного по старинному рецепту Ашуни. Также рекомендуем вам попробовать джем с ванильным пломбиром. Приятного аппетита! Также вы можете сыграть в любимую игру маленьких Ашуни «Ворона летит». Чтобы сыграть в эту игру потребуется совсем немного. Ашуни обычно используют одеял или мягкие пледы. Малыши дружно рассаживаются на полу или на большой кровати. В комнате становится тихо-тихо. Начинает игру рассказчик. Он может рассказать сказку про динь-диня или другую свою любимую историю. Все внимательно слушают. Как только рассказчик произносит фразу «Ворона летит», малыши должны спрятаться под пледом или одеялом. Фраза может быть сказана в самый неожиданный момент. Так больше смеха, визга и веселья. Некоторые храбрые маленькие Ашуни при фразе «Ворона летит» тут же выпрыгивают из своих домиков прямо в сугроб. Но вам так делать не советуем. И помните, чем больше компания, тем игра интереснее. Главное, чтобы всем хватило пледов и одеял. Приятного и уютного вам прочтения! Приходите знакомиться с другими интересными книгами о эльфах, гномах и других удивительных сказочных персонажах. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok